Мы продолжаем наш курс Теири, мы проводим снова урок для возвышения души Шангл в Аднахонках. Все последние уроки мы проводим для возвышения её души. И мы с вами сегодня предпримем завершить изучение 28-го слова, не зная, что у нас из этого с вами получится. Потому что в прошлый раз мы прям вот как машина в глубокой грязи, не дай Бог, такое сомнение. Как евреи в глубочайших, серьёзнейших, логических, этанахических материях, значит, почему не видно то окно, где находится Теири, давайте мы её выведем на первый план сейчас, засели буквально в двух пасуках псов, а просто потому, что очень было сложно. Очень были сложные формулировки у царя Давида. И остановились мы на девятом стихе, где, конечно, очень много чего написано, мы его уже перевели с вами, и сейчас попытаемся на минимальное количество вопросов, заданных в прошлый раз, ответить. Сложный момент, безусловно, был у нас с вами. Не скрывая лица своего от меня, просит Давиду Бога. Удивительная фраза, ничего подобного больше в Теири мы не найдём. Аль-Тат. Что это вообще такое? Ну, глагол «гита», например, «гэй», «тэдгэй», такой корень, «склоняться», «уклоняться», в данном случае не склоняй, так сказать, чашу весов в плохую сторону, «де ах» в гневе авдыхарабатыва, ну, то есть как бы не суди араба своего в гневе, но, конечно, выражение «аль-тат-де ах» – очень удивительное выражение «не склоняй в гневе», потому что здесь не написано между этими словами «не склоняй» с одной стороны, и слово «де ах» в гневе не написано «куда не склоняй». В общем-то, понятно, что речь идёт о склонении чаши весов в сторону осуждений, но этого не написано здесь. В общем, очень хитро сформулировано. «Эз рати гаито», «помощью моей был ты», то есть ты уже ранее оказывал мне неоднократно помощь, говорит Давид Богу. «Аль-теджейни», «не бросай меня», «де аль-тат-звени» и «не оставляй меня». Мы, естественно, задались вопросом, чем одно отличается от другого, в принципе, что «не бросай», что «не оставляй». Идея в том, чтобы Творец не нарушал связь, установившуюся с Давидом. «Элуки еши», «бог моего спасения». Тоже специфическое название. Именно «бог спасения еши», и вот именно слово «элоким», имя «элоким» употребляется здесь, качество суда почему-то. Суда и справедливости упоминается в этом месте, где идёт про спасение. В общем, тут, конечно, вопросов хватает. Для того, чтобы попытаться во всём разобраться, мы вот этот вот, в данном случае, к сожалению для нас, небольшой комментарий, Мальвима, прочитаем. И благодаря этому комментариям, может быть, на часть из поставленных вопросов нам удастся с вами ответить. Вот в аппарате «Альдастерпанэкфонмеди» «Не скрывай лицо своё обуви». Про Ишламетр у целого Мара хочет сказать «Шилой и ику», что не будет задержки, говорит Мальвим, то есть в этих отношениях, в этом ответе, который Давид хочет получить от Бога, чтобы не было задержки. «Бен ми цинха», как с твоей стороны, говорит Давид Богу, что ты можешь скрыть лицо своё от меня. И это будет задержка, с твоей стороны. «Бло ми цинди», и не с моей стороны, говорит Давид. «Али дейше так, что ты отклонишь, не склонишь чашу весов, как мы по-простому объяснили в сторону осуждения, а ты отклонишь по наймим ха моё лицо от тебя. То есть или ты скроешь своё лицо от меня, или ты можешь моё лицо отклонить от себя, то есть развернуть Давида в какую-то другую сторону, как это делается между людьми, такая метафора в данном случае, конечно, когда два человека стоят лицом к лицу и ругаются, и один другому, ударив по щеке, и такой просто сдвинув лицо, разворачивает лицо, разворачивает голову в другую сторону. Такая странная немножко метафора, резко. «Али дей» посредством «а», посредством гнева. Ну, о чём идёт разговор? Маме в скобочках это дело поясняют, Георг Саламар хочет сказать, «шело якроу», чтобы не задержали его, чтобы вот это вот укрепление, после установления связи, о котором мы говорили в прошлый раз, укрепление взаимоотношений с Богом, чтобы не удержали это укрепление, не замедлили его. «Ло омек ам мусаг» «Не глубина постигаемого мусага». То есть, «шеги астарак панэх амецырка», что это вскрытие лица твоего с твоей стороны. То есть, чтобы не было проблем из-за того, что Бог слишком сложен, непостижим для Давида. «Вэлоку церамасик» и не короткость постигающего, короткость, недалёкость постигающего. Я имею в виду, что Давид, несмотря на то, что задача для него, может быть, будет не сверхсложной, не сможет эту задачу решить. «О ахэр» или «Грек» там тоже может вмешаться в неправильное поведение царя Давида, может этому способствовать. «Вэхадумэ» и «Тэпэ» и подобное. «Шеи аатаямец, адамазих, что это склонение, уклонение от генеральной види со стороны того, кто постигает». Что хочет сказать здесь мальдем этими не самыми простыми высказываниями, выражениями по поводу постигаемого и постигающего. Значит, есть, понятно, две проблемы. Первая проблема, и она абсолютно едина для всех людей, это то, что постижение замыслов и поведения, тем более замыслов, и даже поведения. Творца, разумеется, исключительно сложное занятие для человека, просто потому, что творец настолько совершенен и всеобъемлющий, что ограниченные человеческие мозги не в состоянии его понимать. И это первая проблема. Называется «Омек ануса» глубина постигаемого. И поэтому, естественно, Давид говорит, не скрывая свое лицо от меня, то есть не создавая ситуацию, в которой проблема постижения божественного будет для меня, говорит Давид, для Давида слишком тяжела, неподъема. Это что означает в практическом плане? Ну, не задавай мне, как бы, говорит Давид Богу, слишком сложных задач, когда я хочу, в тот момент, когда я стремлюсь понять высшую идею, высшую логику, зачем делается то или что-то, или другое. Ну, в общем, почему Творец так поступил со мной, с миром? Ясно, что полного понимания, зачем Творец так или иначе действует, мы, конечно, не получаем, никогда, и не получим, даже если Творец постарается обличить для нас задачу и не будет скрывать своего лица, разбросать кучу подсказок и намеков, то есть вот то, чего хочет Давид, чтобы не было слишком глубоко, слишком сложно, слишком скрыто, вот это вот понимание того, зачем Творец именно так сейчас действует, именно так организует то, что происходит в мире, несмотря на количество намеков, мы можем понять, что там, то есть некий поверхностный уровень понимания может быть нами достигнут, но понятно, что дальше лучше, еще глубже, еще глубже, человек все равно не пройдет, но хотя бы какой-то уровень понимания, чтобы совсем не было темно и туманно, что-то происходит в мире и ну совсем никаких версий того, из-за чего оно происходит и куда идет, у человека может не выйти. Вот чтобы так не было, чтобы совсем туманно, полного не было в мозгах, это первая сторона. Первая просьба не скрывать лицо, то есть сделать так, чтобы хоть что-то можно было понять в твоем руководстве мира. Раз. И вторая сторона, это, понятно, коцер и массив, недалекость того, кто постигает. То есть может быть он тебе и намеки разбросал и всякие знаки подавал неоднократно, как это, посылал для спасения первую, вторую, третью лодку, как в том старом они говорили. А человек просто ничего не замечает, потому что туповат. Это, в принципе, нормально, в этом ничего стыдного, не дай бог, нету, что человек туповатый и не замечает. Мы с вами, в принципе, да, звезд с неба не хватаем, потому что мы осознаем, что наш разум имеет довольно узкие рамки, это вполне реальная и ни в коем случае не затишенная сама цель. Теперь, что с этим делать, когда я хочу что-то вообще понять в окружающей реальности? Как бы спрашивать цель даю? Ну, тогда не отворачивай мое лицо от себя. Вот это не делай мне так. это означает, что у каждого человека есть способности понимания, все-таки какие-то же есть, а у такого, как Давид, еще ого-го, по сравнению с остальными, это вообще космические возможности понимать вот такого человека, как Цель Давид. и поэтому, конечно, он вправе рассчитывать на то, чтобы хоть что-то душ по сравнению с другими людьми гораздо больше. Вам все-таки поймем? Ну, как мы с вами прекрасно понимаем, есть разные времена у каждого человека. Есть разный коэффициент полезного действия, когда ты прикладываешь свой интеллект к чему-то. Иногда день на день не приходится час на час тоже. Иногда ты можешь содействовать все свои интеллектуальные ресурсы для того, чтобы понять. Иногда просто не получается задействовать свои собственные интеллектуальные ресурсы до конца. И вот это то, чего просит Цель Давид. То есть дай мне возможность, не отворачивай мое лицо от себя, дай мне возможность спокойно все проанализировать и рассмотреть. То есть сделать все в смысле вот этого интеллектуального постижения наилучшим образом, ну, на какую я способен. Вот это вот две стороны. Дай мне побольше намеков и знаков, чтобы мне было легче понимать. Ну и во всяком случае давай сделаем так, что время моего постижения будет наиболее благоприятным, чтобы у меня максимально заработала вся эта интеллектуальная система, в которой ты меня, Господи, одарил. Шоу, кого было, как говорится. Параскинули мозгами многоточие, скобка открывается, шоу, кого было, скобка закрывается. Ну, у царя Давида было много. Болотомит. Ведь постоянно. Ну, это продолжение пасука, которое напоминает о том, что было ранее, Эзерати, а это помощью для меня. Ты мне уже неоднократно помогал понимать, какие-то вещи. Боедворил в тех вещах, шеэнькохимасты, для которых сил моих не хватало. Во царях они лезвили, мне нужна помощь. Это немножко другой поворот. То есть не то же мне не отворачиваю мою лицо, то есть не умешай имеющийся у меня потенциал, так сказать, не мешай мне постигать реальность. Скажем, там, из-за грехов моих, из-за чего Творец может вдруг начать мешать Давиду понимать, что с ним происходит. Не мешай. А помощью моей ты был, это уже следующий уровень. Это когда Давид говорит, что не хватало мне сил, в постижении много раз. То есть бывало такое, что я как-то задействовал весь свой интеллектуальный потенциал, все равно этого интеллектуального потенциала не хватало даже царю Давиду. Ну, в этих ситуациях происходит иногда тоже называется откровение. То есть что Всевышний помогает и добавляет мозгов даже сверх того, что максимально имеет каждый человек. Это собственно называется прозрениями, откровениями, вот эта вот ситуация, когда в принципе по своему уровню, даже если уровень до конца задействовать полностью, все равно человек бы такого не сделал, не постиг, но понял, да, постиг каким-то образом. он бы сам не справился с правильным, потому что ему помогли свыше. Вдруг озарение снизошло на человека. Так вот, Давид говорит, ты же мне помогала, снисходила же, озарения-то бывали? Ну, давай, еще разок. В имке есть это гамота, так же и сейчас, а тишени не бросаем. Обратите внимание, значит, какая разница между не бросая и не оставляя, вам бы все-таки объяснить. То есть вот это не тише ее термин этих. Он говорит, что бросать это больше, чем оставить. Оставить это все-таки более-менее деликатно. То есть бросать Лентош это, по всей видимости, тогда, когда делается какое-то активное действие, отталкивающее человека. Когда Бог, не дай Бог, Бог не дай Бог, бросает человека, он его от себя активно отталкивает. То есть то расстояние, которое было, резко увеличивается. И для праведного человека это, конечно, очень сильно ощущается. Когда не просто святость Творца покидает человека, это тоже ужасно болезненно и неприятно для праведников. Но дистанция увеличивается одним резким рывком. И ты сразу ощущаешь себя в полной духовной темноте. тот свет, к которому ты привык, связь, которую ты ощущала наше, абсолютно мгновенно рвется и превращается в свое противоположие. Ужасно заставить. Так вот, прежде всего, конечно, Давид говорит, не делай тебя там, не бросай. Но потом и не оставляй. То есть даже без всяких резких движений, когда Творец не отпихивает от себя человека, не дай Бог, а просто покидая этого. Это тоже непросто, это тоже страшное дело, и тоже никому не надо. Поэтому он, понятно, просит сначала, чтобы не было совсем плохо, а потом, чтобы не было таки, да, просто плохо. И то, и другое. Значит, возвращаясь назад, что у нас с вами получилось в этом пасуке? не скрывай лицо свое от меня. То есть не делай так, чтобы не будет слишком трудно понять тебя из-за того, что ты слишком непонятный. А это не отворачивай, в огне вырабатывай. Понимаете? Это очень точное объяснение в мае. Понимаете? Мы пытались как-то объяснить, не отворачивай, не поворачивай раба своего в сторону осуждения в огне. Ну, то, что, в общем. Напрашивай с Аликшатом, другие комментаторы отпишут. Мальбим совершенно по-другому. Ты своего раба, вот это слово, раба своего, не отворачивай в огне. Получается очень ровное объяснение без пропущенных слов. То есть не отворачивай лицо своего раба, не мешай мне постигать, чтобы и с моей стороны все мои ресурсы были задействованы. Дальше изврати, а это был моей помощью. То есть что ты не просто периодически не мешал мне постигать реальность, а еще и помогал сверх того, что я могу реально, сверх того, что мне отпущено тобой в интеллектуальном плане, ты добавлял еще и озарение, давал, даровал мне озарение периодическое. не отбрасывай меня от себя в таком переводе и не оставляй меня. И вот здесь то, что вообще не объясняет. Элокей иши, Бог моего спаси. Вот именно вот так зачем-то в конце этого пасука Давид обращается к Творцу. В принципе, он все прекрасно понимает, что вот это все это обращение к Творцу. Еще раз обращаться к Творцу в конце, чтобы кто-нибудь там точно понял, что он разговаривает именно с Богом, был совершенно излишен. По-простому ясно, с кем он говорит, и эти выделенные два слова не просто лишние. По-простому говорят. Значит, они зачем-то тут специально добавлены. То есть, очевидно, царь Давид что-то специально хочет сказать. Это мысль, с одной стороны, очень сильная, а с другой стороны, много не ошибок. В этом во всем, в предыдущих всех этих словах, как мы с вами поняли, царь Давид все время просит о снисхождении, о скидках, о дополнительных возможностях этих озарениях, откровениях, которые с помощью Творца он может получить в постижении ситуации. То есть, он не подставляется, не дай Бог, под наказание Творца. Он не говорит, что ему не нужно милосердия, не дай Бог, ему не нужны скидки, не нужны специальные добавки, дары. Наоборот, он на них напрашивается все время, как мы должны. Нам его скидки и дары, это просто жизненно необходимое дело. и вдруг в конце стоит имя суда, качество суда и руки. Но это качество суда упирается в слово спасение. То есть, Бог спасения моего, получается, как будто Давид говорит, что ты, конечно, справедливый судья, карающий, наказывающий, но при этом вот эта твоя способность карать и наказывать, она связана с моим спасением. Что он хочет сказать? То есть, по-первыхому, впечатление, не дай Бог, может показаться, что он говорит нечто такое, что может, не дай Бог, нивелировать то, что он до этого думает. Дай то, дай это, не наказывай, не обращай внимания на грехи, а тут вдруг качество суда отличается. Оказывается, нет, поскольку качество суда достаточно четко привязывается к слову, спасение, Давид говорит, мое спасение связано с этим качеством суда. Так он, понятно, просит активировать это качество суда в связи с его спасением, то есть, активировать его это качество суда и наказание просит против своих врагов. И вот это вот, собственно, дальше тоже мы увидим. Но перед тем, как мы увидим врагов, вот этот вот посуд, который я обещал в прошлый раз, он совершенно с первого взгляда непостижимый. На уровне пшата, скажем так, на уровне простого понимания, как вообще это объяснять, не ясно. ки-ави-ли-ми-а-забу-ли-ми. Ибо отец мой и мать моя оставили меня. Нормально? Отец мой и мать. Извините, это когда такое было? Чтобы отец и мать оставили Давида? он где-то не дай бог родился в неполной семье? Ну что? Ежай! Отец Давида, как было упомянуто в прошлый раз, один из четырех человек, который называется Метубитоши, умерли только потому, что со времен змея есть такая крайне неприятная ситуация. То есть люди со времен змея, они вот умирают. Бывает такое со всеми. Вот только по этой причине, что смерть существует в мире, отец царя Давида умер. В отличие от самого Давида. У Давида было куча грехов, как мы с вами знаем, много. Он за них расплатился, конечно, сполна, но при этом факт в том, что он совершал ошибки. Куча, не дай бог. Слово куча зачеркиваю. Выкидываем в мусорную кучу. Куча грехов. Царя Давида был немножко грехов по сравнению с тем, какая огромная куча есть у нас. Но по сравнению с его отцом, скажем так, у которого не было вообще, его грехи не выглядят молочистыми у Давида. И теперь вот этот Давид, чьи грехи не выглядят молочистыми по сравнению с отцом, говорит про своего отца, что мой папа меня бросит. Это что такое? Это что за обвинение? Причем, ну, мало ли, что человек иногда может сказать в тяжелом состоянии, но это же все изменить. Загражение опубликовано. Это 27-й псалом Давида, 10-й стих. Папа мой меня оставил. Ну, ладно, мама, про маму вообще ничего плохого нигде не написано, ну, что, святая женщина тоже была, праведница, мама царя Давид. В чем дело? Кто его бросал? Вашем ясвене, а Всевышний меня собрал. Видите, ясвене, соберет меня. Ют перед глаголом означает будущее время. То есть, они меня бросили, а Всевышний меня подобрал. Это прямой текст псалма. Ну, естественно, любой человек, который до этого дочитывает, охватывает голову руками и начинает думать, а что же это было? Как вообще? Величайший праведник, псалмопевец, Наим Замирот Исраэль, так сказать, приятный автор песен Израиля царь Давид, такое, значит, про своих родителей публично. Ну, давайте попробуем понять, что говорят наши классики. Ну, во-первых, Рашик. Рашик, который, он часто, почти всегда очень облегчает понимание Танаха и Тануда. Вы понимаете, что есть огромное количество мест Танахи в Талмуде, которые без Раши сегодня, я бы сказал, просто непонятны принципы. То есть, насколько бы ты не мучился и не ломал голову без комментариев Раши, ты просто непонятны. Ну, может быть, ты что-то придумаешь, скорее всего, будет неправильно. То есть, он незаменим, Раши. Абсолютно серьезно ответственный. Я вам говорю, как человек, который, да, вы знаете, все эти комментарии Раши читал, я один раз, он незаменим, но иногда бывает, что комментарии Раши для современного читателя только ухудшает ситуацию. Это крайне редкое положение дела. Но если это так, это означает, что Раша специально хочет нам что-то очень важное сообщить. и при этом хочет, чтобы мы с вами поработали голоком. Такое тоже случается с нашими реттингами. Что он пишет? Смотрите. Папа и мама меня оставили. Лиша тачмеш. Соберяется на экране подпись 18+. Во время интимных отношений Леонна Атан Нитковну ради наслаждения своего они намеревались. Это про кого мы говорим? Раши объясняет от имени Саря Давида, что мои родители, когда они не зачинали, они это делали ради своего наслаждения. То есть без этого комментария Раши еще, может быть, что-то можно было бы сказать. Отец меня оставил, мать оставили, ну, умерли. В конце концов мы можем как-то это объяснить, правильно? Папа и мама оставили меня, можно сказать, что они просто умерли, взяли, ну, в смысле того, что люди смертны. То есть любой человек в какой-то момент остается без папы и без мамы, и когда он остается без папы и без мамы, становится абсолютно единственной и неоценимой поддержкой вселенной. Худой, я бы сказал, конечно, Пшан, такое объяснение на троечку с хвостиком, стремящуюся к двоечке. Ну, хоть что, мы могли бы хоть что сказать на тему «Ну, вот это? Это кто, извините, намеревался во время сексуальных отношений и при зачатии сына наслаждаться? Это Ешань с женой? Пара величайших правильных правителей, это он про них пишет от имени до великого «Киванше гавруга наатам» «Да ладно, это Раша пишет. Может, это кто-то здесь напутал чего-то от себя, что-то написал здесь в интернете, мало ли что». Так я вам скажу, что во всех изданиях псалмог Давида этот комментарий «Раша» красуется на данном месте в 10-м по суке 27 главы. «Родители царя Давида», говорит Раша, фактически объясняя слова царя Давида, то есть царь Давид это имеет в виду. «Мои родители, говори Давид, когда они меня зачинали, они делали это ради своего наслаждения, причем не то, что они наслаждались в этом моменте». Так мы еще как-то могли спасти ситуацию. Если бы не было этого слова ни к кому намеревались, мы бы еще как-то спастлись в этой ситуации с этим комментарием «Раша». Мы говорим, что да, человек иногда даже у него высшее намерение в ревентивных отношениях, хочет исключительно зачать ребенка, исполнить митцву, планицей размножаться, конечно, по правиле как Кишай, что он думает про свое удовольствие. Он думает исполнить заповедь, но при том, что он думает исполнить заповедь, планицей размножаться, при этом у него еще просто случайно, к сожалению, получается получить удовольствие. Увы. Побочный эфир. Удовольствие. Ну и поскольку к заповеди примешиваются удовольствия, уже на уровне такого праведника это большой скандал и там, скажем, серьезный недочув, вот поэтому как бы мы спаслись, если бы не было вот этого подчеркнутого выделенного нами слова ни по кому намеревать, чтобы было намерение получить удовольствие. Ну вот здесь уже надо как-то вытягивать, вытягивать этот комментарий, потому что прямое такое, знаете, дословное восприятие и понимание этого комментария нам с вами противопоказано и категорически запрещено. Потому что сказать, что Ишай идеальный правил, по сравнению с Давидом, кстати, как уже было сказано выше, его отец в момент интимных отношений имел намерение получать удовольствие как он, так и его жена, это не научная фантастика. то есть просто правильные евреи в наше время не когда-то там, когда они чуть ли не там с крыльями летали, такие люди как Ишай, в наше время, когда речь это зачатие ребенка, они думают о том, чтобы исполнить запад, ведь плодиться и размножаться в момент интимных отношений, раскроем вам этот потрясающий секрет. это в наше, это сейчас, обычные нормальные правильные люди таком думают, Ишай получал удовольствие. Единственное, что мы можем здесь сказать пока что, перед тем, как мы с вами пойдем в сложную, сложную капиталистическую трагу, хотел я сегодня закончить 26-й псалом, как же, 27-й, как же, почему я сказал, что он в 27-й, 27-й, конечно, почему, я уже мысленно, кафхэт у меня уже в голове 28-й, что мы с вами должны его начать, уже пойти туда, а мы с вами в 27-м сидим, конечно, в 27-м, а взаим. Для того, чтобы спасти вот это вот все, что здесь написано, для себя, то, что мы пока просто не понимаем, что имел в юраж, мы можем сказать следующую вещь. вот это вот идея, ли она там нет, кому они намеревались получить наслаждение родителей в момент интимных отношений, может и, наверное, даже где-то должна касаться ситуации с женской наслаждением. Тут есть определенные как бы противоречия, это деликатный момент. Вот эта вот запись на экране 18+, она остается, я ее никуда не убрал, если вам кажется, что она улетела куда-то, знаете, 18+, остается на экране. Это тонкий момент. Связан он с тем, что вот в этой самой заповеди интимных отношений супругов смешиваются два аспекта, смешиваются две разных идеи, две разных заповеди, можно сказать. Одна понятна, другая, уплодиться и размножиться. Когда есть возможность исполнить эту заповедь, когда речь идет про зачатие, как вот здесь мы говорили с вами, тогда, разумеется, намерение вроде как должно быть, чтобы такие плодицы равноразы. То есть это первая идея. Вторая идея, чтобы женщина получила удовольствие. А мужчина, чтобы женщина получила удовольствие. Почему? Потому что это заповедь интимных отношений, называется митсватона, заповедь периода, такая переносная, с переносным смыслом формулировка. Это ее как бы заповедь, это заповедь, которая делается для женщины. Муж делает эту заповедь для жены, чтобы она получила удовольствие. И в этом смысле, когда мужчина доставляет удовольствие женщине, для него это должно быть главным удовольствием. И вот это, то, что здесь говорит Раша, вот просто по-другому я отказываюсь. Я просто должен буду уволиться, если меня будут заставлять это объяснять как-то иначе. вот это то, что нужно сказать Раши, что Ешай с женой и родители царя Давида, они, разумеется, имели намерение получать наслаждение в этом смысле, что Ешай специально старался, причем на каком уровне должен был стараться, это же заповедь доставить наслаждение жене. Значит, он должен был стараться максимально идеальный человек. Он и в этом наверняка был идеальный. И он намеревался доставить наслаждение своей супруги. И поскольку он это делал, это разумеется, то, что вот ей было хорошо, когда он видел, насколько хорошо его супруги, ему от этого, конечно, тоже было бы хорошо. Он тоже был счастлив, рад этого. человек, и это момент взаимного наслаждения правильного с точки зрения нашей ценности, когда женщина получает истинное наслаждение в момент интимных отношений, а мужчина счастлив от этого. Это вот правильно по нашим законам. Теперь, здравствуйте, а заповедь планицей это собственно то, о чем говорят. Человек, к сожалению, даже такой, как Ешай, отец Давид, не в состоянии настолько, как компьютер, дифференцировать свои намерения, чтобы как будто так получилось, что у него один отдел мозга занимается наслаждением супруги, а другой отдел мозга совершенно спокойно, вдумчиво, без нервов занимается намерением исполнить заповедь планицей и размножаться. Мы же не компьютер. Так это не работает. Поэтому, в любом случае, на намерение заповеди планицей и размножаться будет накладываться вот этот момент наслаждения. То есть, эти два намерения заповедей, они будут смешиваться у человека. Ну и дальше, когда интимное отношение заканчивается, они таки заворачиваются в разные стороны. Ну, конечно, это совершенно не обязательно, но так бывает, что после того, как заканчиваются интимные отношения, супруги разворачиваются, каждый к своей стенке, так сказать, каждый в свою сторону, и все закончилось. зачатый ребенок, капля, которая там уже есть где-то внутри женщины, ею как бы в этот момент уже никто не занимается, но не здесь, так как они могут ее заниматься. Говорит, раше, а когда же всевышний, шамер, это типа, хранит эту каплю, и изображает ребенка, всевышний конструирует, создает плод в этот момент. Эти уже прям спят, все, а творец занимается творчеством там внутри, да? Вот это то, что имеется здесь. Ну это пока такой шар, это на уровне простого смысла. сто лет назад, больше сто лет назад, да, как вы понимаете, Мальден, так как раше, объяснить не может. Совершенно никакого отношения к коллективному отношению и к личности великого царя, как правильник, и решает, не может иметь отношения, по-моему, минимально. Короткий комментарий, говорит, Манши уподобляет Алиф Айн это осмо, самого себя, киятом сироте. Метафора, говорит Манши, не смотрите на это слишком прямолинейно, это такое вот аллегрическое нечто от имени царя Дамида здесь. Я типа сирота, как сирота, ша зову Алифа, которого оставили родители, его никто не оставлял, но он говорит, я чувствую себя, как сиротой. И принес его в свой дом, чтобы его растить. То есть, меня Господь усыновил, говорит Давид, поскольку все мои неприятности на тебе, то есть, все, что мне не хватает, говорит Давид, все восполняешь, ты Господь. Евген Рауевич это, поэтому должен указать мне дорогу, я жду от тебя помощи. Чистая мета. Что я, да, хотел вам сказать с мистической стороны по поводу этой фразы, тут, конечно, есть тайна. Тайна, которая, наверное, должна броситься в глаза человеку, который знает текстуры, хотя бы. То есть, не сама тайна, а факт того, что она здесь есть. Ну, давайте-ка вспоминать. Алькен Язорович, и поэтому оставит человек, это Абив Вет Ему, отца своего и мать выдавава и что? И прилепится к жене своей, и они будут единой плоти. Тайна, как интересно это получается. Говорит Руах, Ахотуш, Дух Святости, Бог говорит, в начале Тора, как там хорошее объясняет, что человек должен оставить отца и мать и прилепиться к жене. К жене. А здесь Давид говорит, мой отец и моя мать оставили меня. Наоборот, не я их оставил, как приписывается по закону Тория и прилепился к жене, а они меня оставили. В чем здесь проблема? Проблема, во-первых, чисто фактологическая, потому что это просто не так. Фактически было по-другому в жизни царя Давида. Помним, да? Царь Давид, он оставил своего отца и своей мать, как в Торе приписывается, забрал своих жен и уехал. Оставил родителей на попечение мамича, если помните. А мамича не взяли и убили его родителей. Факты. Упрямая лещь. То есть родители его не оставляли, наоборот. Это он уходил от своих родителей. Но это раз. Это так на всякий случай, просто чтобы понимали мысль, что во всяком, то есть никакого прямого, прямолинейного понимания этой фразы быть не могло, потому что просто несоответствует действительности. И царь Давид такого сказать не мог. Это раз. И второе, эти взаимные направления. То есть в Торе написано, что человек оставляет папу и маму, а здесь написано, что папа и мама не оставляет. В чём тайна? В чём проблема? Мы с вами прекрасно знаем и помним, что вот эти выражения ави, ими, папа, мама имеют экобалистический смысл тоже. Словом «аба», «папа» называется качество хохма, то есть вот эта первая буква имени Всевышнего. Качество вина, вторая буква имени Всевышнего, это мама, так называются, папа и мама первые две буквы имени, первые два качества. И когда мы объясняем первый послуг в Торе с точки зрения вот этой вот мистики, что папа и мама должны быть оставлены человеком, мы говорим примерно то, что сказано про птичку, которую надо согнать с гнезда, когда берёшь детей. Помним с вами комментарий Ромбана там из классический всем известный Ромбан, который говорит, что речь идёт, ну как, написано в Северном Агире, в одной из наших публистических книг о том, что сгонять маму, это означает как бы отдалять от себя качество билы. Вот эта самая мама, вторая буква имени Всевышнего, не пытаться чисто интеллектуально постичь творца. То есть ничего не делая, не участвуя в реальности, в процессе происходящем в мире действия, в котором мы находимся. Просто сесть, закрыть глаза и начать постигать Бога с помощью вегетации. Это говорит Кабаристическая книга Сефира Баира от Ашима. Невозможно. То есть минуя действия, интеллектом подвигать творца невозможно. Вагинтика, сыновей возьми себе. Такие сыновья это более низкие уровни постижения по сравнению с качеством вины. Вот это третья-четвертая буква имени, которые уже обращены в сторону нашего мира, связаны с заповедями действия или с заповедями которые исполняются с помощью речи. То есть чем-то более предметным, чем просто процесс мышления. И так ты можешь постичь. Так ты можешь работать в этом направлении. Так это то, что мы говорим про птичку и то, что мы говорим про человека, который должен оставить папу, маму и прилепиться в жених. То есть он оставляет папу и маму в смысле того, что он оставляет попытки пробиться вот на этот уровень первых двух букв как бы без более низких уровней, без третьей, четвертой буквы, без практики, без продолжения в реальную предметную жизнь. Оставляет эти попытки. Чисто интеллектуальное достижение Творца, без так называемых мессивных массивов, заповедей действий, бесполезных раздаваний. Здесь как будто бы написано наоборот. Как будто бы не Давид это сделал, не он оставил эти попытки интеллектуального достижения, а эти сами уровни папа и мама, вот эти вот первые буквы, они как бы сами от него ушли. Они его оставили. То есть до того, как он перестал пытаться подняться на этот уровень, эти уровни сами ушли. А что ж такое тогда в этом объяснении вашем ясвене всевышний меня забрал, всевышний меня усыновил. Если брать это имя целиком, четырех буквы на имя, оно, как вы понимаете, с вами однократно говорили, оно ниже отдельно взятых этих букв, тот же все четыре вместе. Это уровень так называемого качества. Теперь это ниже. это как бы как раз то, что относится к нормальной жизни, к постижению того, что творец создал это к предметам, к действиям. Поэтому благодаря вот этому уровню, что я буквы дал имя, который связан уже с этим миром, ближе к нашему миру, чем там отдельно взятые папа и мама, отдельно взятые первые буквы этого имя, интеллектуальный процесс, чисто интеллектуальное постижение Бога, невозможное для человека. Вот тут я этим сегодняшним меня прибрал, собрал, чуть ли не усыновил, и мне удалось это все делать. Очень хитрая вещь. Как это работает, почему именно так здесь сформулировано, это, конечно, очень деликатно. Дальше смотрите. укажи мне Бог твою дорогу, по пути прямому ради тех, кто называется моими шорерин. Кто ж такой шорерин? Ради каких таких шорерин надо это все делать? Ну, пока понятно, значит, направляя меня по своей дороге, мы с вами знаем, вам, мне однократно объясняется, слово дорога это широкая дорога, то есть, во-первых, поставь меня в принципе направленный будет, во-первых, на Хейне веди меня в Орахмешу, по пути прямому, Орах это короткая узкая дорога, то есть, это уже не широкая общественная дорога, потому что там Давид просит по широкому общественному пути направить его, в смысле, чтобы он, Давид, вел весь еврейский народ в качестве царя, монарх, правильную сторону, все это понятно, но и узкая дорожка, короткая узкая дорожка, по которой идет царь Давид в своей личной жизни, частной, это тоже пусть будет прямой дорогой, пока все более-менее ясно, но кто такие Иван Шорерай ради каких-то шоровиков? Очень тяжело понять, но слово Лешорер, например, это петь, Лешорер это певец какой-нибудь или поэт даже в современном языке не подходят, поэты тут и певцы никакого отношения не делают, совершенно неожиданно выясняется, если открыть, Равина Альшулера, Митсуги, со Шорерай вот эти, да, это инеонабата, это в смысле смотреть, а Шорена было коротко, как это Билам сказал, да, я вижу еврейский народ, но не сейчас, Ша-фу-Шорай там тоже, ну это, вот сюда приводит и сказал, что Равина те, которые на меня смотрят, вот он хочет сказать, что он хочет сказать, а уебим враги, вот они наконец, амаби-тима-лайга, а которые смотрят на меня дурным глазом, извините, пожалуйста, ну вот где здесь написано, вот в этом месте, амфор, а не тех, кто на меня смотрит, перевод, классический, ради тех, кто на меня смотрит, где здесь написано, что речь идет про врагов, врагов, которые смотрят для Айн-Ра, где здесь плохой глаз, дурный глаз, нет, просто люди как, ради тех, кто на меня смотрит, направь меня по общественному и по личному пути, говорит Дэй, ради тех, кто на меня смотрит, и здесь имеется в виду враги, то есть, если мы на секундочку задумимся, мы увидим совершенно ужасную вещь, что все люди, которые постоянно смотрят на Давида, ну, скажем, постоянно следят за его поступками, за его жизнью, это его враги, но не это здесь написано, да, это, то есть, вот все, что ради, все, кто за мной смотрит, это те, ради которых ты направь меня по правильному пути, чтобы они не радовались, вот такой шаг, вот такой смысл, в принципе, абсолютно согласны все с этим запередили, если мы открываем майбу, мы увидим, да, что эти Шоверай, он тоже говорит, а родцы, которые хотят, бен ли, а не тени, как умертвить меня, бен ли, как ввести меня в грех, то есть, эти люди, которые на меня смотрят, это вот, это вот на секундочку люди, которые хотят меня или убить, или довести до самого страшного греха. Ну, страшное место, безусловно, в псалмах, вообще во всех псалмах оно страшно, по сравнению со всем, что написано, во всех 150 псалмах, вот это, что получается, все люди, которые следили за жизнью царя Давида, они все хотели его или убить, или ввести в самый страшный грех. То есть, количество врагов было совершенно катастрофическим, конечно, у этого человека. Ну, это мы все с вами знаем, и этот псалм как раз говорит о ситуации, когда эти враги очень активизировались, когда царю Давиду пришлось уехать со святой земли, и прямо вот в следующий раз мы отсюда с Божьей помощью продолжим. Только в следующий раз у нас с вами будет не в следующий пределик, потому что в следующий пределик у нас еще с вами будет заканчиваться в этот момент, будет заканчиваться второй день шивота, но после шивота мы можем полностью продолжать. Всего самого наилучшего.